Все, чему научились за год. Первый отчетный концерт Центра Элит прошел на большой сцене Дворца культуры Арктика. Свои умения продемонстрировали не только юные танцоры и вокалисты, но и люди высокого возраста. Участники проекта «Вечно молодые», которые реализуются в Центре развития и досуга на средства президентского гранта. Даниил Косяков в команде Школы Элит танцами занимается уже три года. Сегодня ребята выступают на окружной сцене, а не так давно свое мастерство они показали на чемпионате России Хип-Хоп Интернешнл в Москве, где соревновались с участниками из 54 городов страны. Полученный опыт, признается Данил, бесценен. То, что мы съездили на Москву, то, что я посмотрю на людей, которые очень классно танцуют, и мне кажется, я тоже буду там же танцевать. Среди танцевальных направлений, которым обучает Центре развития и досуга элит, контемпорари-дэнс, игровой стрейчинг, хип-хоп, полспорт и бальные танцы. На развитие последнего направления руководитель школы Владлена Степанова выиграла президентский грант и организовала занятия для людей высокого возраста. Президентский грант, значит, я его получила в июне 2018 года, и сейчас, в мае, мы приближаемся к завершению нашего социального проекта «Вечно молодые». И главным нашей точкой это будет проведение отчетного концерта, где наши люди преклонного возраста покажут то, чему мы обучались за последнее время. Вот уже два года в проекте «Вечно молодые» принимает участие Татьяна Павленко. Признается, любовь к танцам с детства. Она и родилась в Международный день танца, который в этот раз отметила на сцене. И сейчас волнуемся, конечно, выступать, все же как бы на большой сцене, привыкли у себя в зале. Но ничего, надеемся, не будет совсем плохо. Центр элит славится не только танцорами, но и вокалистами. Дебютное выступление сестер Богдановых покорило сердца зрителей. Девочки исполнили песню «Лорен и Эйфория». Фишкой концерта стало выступление тренеров центра. Тем самым мастера показали, до какого уровня могут вырасти их воспитанники, а возможно, стать лучше. Наталья Кислякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова